Здравствуйте. Пресс-конференция «Как в Беларуси давит свободу слова». Напоминаю, что, как и все наши пресс-конференции, наша сегодняшняя пресс-конференция переводится в живом режиме на английский язык, поэтому, если вам удобнее слушать нас по-английски, пожалуйста, включите в Zoom себе дорожку английского языка. Также вы можете, если вам удобнее, на любом из трех заявленных языков задавать вопросы на белорусском, на русском и на английском. Вопросы лучше всего, если вы будете писать в общий чат в Zoom, я их буду зачитывать. Но если вы хотите задать вопрос лично, можете в общий чат тоже напишать об этом, и я дам вам слово. И представляю наших сегодняшних спикеров. Это Марина Золотова, главный редактор Тутбай. Марина, добрый день. Надежда Белохвостик, главный редактор сайта MediaIQ, который занимается мониторингом соблюдения стандартов журналистики. Это проект пресс-клуба. Надежда, добрый день. Добрый день. Наталья Беликова, представитель пресс-клуба. Наталья, добрый день. Добрый день, Антон. Да, в команде спикеров у нас произошла небольшая замена. Вместо Бориса Горецкого у нас сегодня от БАЖа будет Олег Агеев, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов. Олег, добрый день. Да, добрый день, здравствуйте. Ну и, наконец, Светлана Горда, главный редактор регионального издания «Медиа Полесье». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Рада видеть вас всех. Окей. Ну и давайте мы начнем с вступительного слова от каждого из наших спикеров. И я предлагаю начать с Надежды Белохвостик, с главного редактора сайта MediaIQ. И, Надежда, тебе слово, пожалуйста. Да, ну, как бы, наверное, не случайно мы начинаем первую эту пресс-конференцию, поскольку сегодня ровно месяц, как задержаны и арестованы наши коллеги, фактически все руководство пресс-клуба. Это основательница пресс-клуба Юлия Слуцкая, финансовый директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарпко. Был задержан также 22 декабря директор Академии пресс-клуба Сергей Якубов и оператор наш Петр Слуцкий. Несмотря на то, что прошел целый месяц у нас ясности по этому делу, наверное, не больше, чем было вот в те первые дни, когда это все произошло, в этот же день были проведены обыски в квартирах Юлии Слуцкой, Аллы Шарко, Сергея Ольшевского и Сергея Якубова. Наверное, спустя сутки только мы узнали, что это не обыски, а осмотры, поскольку юридически наши коллеги не были никак оформлены. Теперь мы знаем, что вечер 22 декабря и всю ночь до утра 23-го они провели в департаменте финансовых расследований, фактически сидя на стульях, и с ними проводились беседы в отсутствие адвокатов. Обвинения им были предъявлены только 31 декабря, и в этот же день Сергей Якубов без предвеления обвинения был освобожден и депортирован из Беларуси в наручниках и запретом возвращаться в Беларусь сроком на 10 лет. Обвинения предъявлены им по экономической статье уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Честно говоря, для нас до сих пор не ясны ни детали, ни подробности, ни сам факт этого обвинения, поскольку пресс-клуб всегда работал легально, открыто, прозрачно. И мы уже, зная все, что происходит в нашей стране не только в 2020-2021 году, но и в предыдущие годы, мы знаем, что это не первый случай, когда экономические статьи используются как в качестве давления, в том числе и политически мотивированы. Не случайно наши коллеги нашими белорусскими правозащитниками признаны политзаключенными. Из пятерых задержанных, да, четверо находятся в СИЗО на улице Володарского. И все, что с ними происходит весь этот месяц, мы видим, что мы можем расценивать тоже как факт давления, потому что сам процесс задержания, как он проходил, например, когда у Аллы Шарковой и Сергея Купова выламывали дверь, когда Сергея Купова задерживали очень брутально, с угрозами пистолета, его ставили на колени и ударили даже по голове. Все, что с ними происходит в СИЗО, когда мы знаем, что, например, вот в эти морозы не доходили посылки с теплыми вещами, почти нету писем, только вот последние дни какие-то от них, какие-то есть весточки. Практически все адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, поэтому мы деталей не знаем самого дела. Мы только знаем, что они не признаются вину. Но, насколько мы знаем, никаких следственных действий сейчас не проводятся с ними. Ну вот, наверное, пожалуй, все, что я могу сказать. Наверное, Наташа добавит. Наташа, пожалуйста. Добрый день. Мы с самого начала находились в шоке от того, что происходит с нашими коллегами. И очень переживаем за них, переживаем за их родственников. Но время идет, и мы тоже как команда. Это нас тоже сплотило. Благодаря Юлии Слуцкой, которая является удивительным человеком, прекрасным кадровиком, она собрала вокруг себя прекрасную команду профессионалов, которые не только могут, но и готовы продолжать нашу деятельность, деятельность Трес-клуба дальше, что мы и намерены делать. Более того, большинство нашей деятельности все еще продолжается. И вы, наверное, видите, что у нас обновляется и сайт Медиа IQ. Мы продолжаем мониторить СМИ на предмет соблюдения. Белорусскими СМИ, журналистских стандартов. Продолжаем разоблачать пропаганду в государственных телеканалах. И другими способами мы продвигаем медиаграмм отристили. Мы продолжаем собирать свидетельства давления и атаки на независимых журналистов и на независимые СМИ. У нас для этого и специальный проект, называется «Пресса под прессом». Я могу кинуть ссылку здесь в общий чат. Также буквально на этой неделе мы запустили англоязычную версию сайта «Пресс-клуба» для того, чтобы информировать международной аудитории о том, каким образом работает пропаганда и в России, и в Белоруссии. Через какое-то время мы тоже планируем начать очередной набор в Академию пресс-клуба. Мы продолжаем нашу образовательную деятельность и хотим возобновить все наши пресс-конференции, лекции, медиатоки и продолжить все наши усилия по развитию качественной журналистики в Белоруссии, продвигать солидарность сегодня идея сообщества. И мы продолжаем выступать за диалог между различными стейкхолдерами. Спасибо, Антон. Спасибо, Наташа. Спасибо, Надя. Хочу передать слово Барине Золотовой. Марина, расскажите, пожалуйста, про ситуацию с Тудбаем. Добрый день. Я могу сказать, что Тудбай испытал на себе, если не все способы давления на независимые СМИ со стороны властей, то очень многие. Мы понимаем, что репрессии будут продолжаться. Не хотелось бы, конечно, чтобы список этих способов давления расширялся, но мы понимаем, что происходит у нас в стране сейчас. И ситуация с Тудбаем – это отражение всех тех процессов, которые происходят и с независимыми СМИ, с одной стороны, но и с другой стороны является одним из проявлений репрессий в отношении народа Беларуси. Все началось еще в мае, когда стали задерживать наших журналистов и очень многих независимых журналистов тоже. Сначала ребят увозили в отделение милиции на 3-4 часа. Мы все помним прекрасно 27 августа, когда в Минске, только в Минске, таким образом, в Октябрьское РВД увезли порядка 30 журналистов. По всей стране, по-моему, 47 их было. Но, по-моему, сразу в сентябре мы уже столкнулись с тем, что журналистов стали увозить в РВД не на 3-4 часа, а уже в итоге стали давать им сутки. И с мая 2020 года наших журналистов задерживали 38 раз. Всего таким образом пострадали 18 журналистов. То есть некоторых журналистов задерживали по 3, а то и 4 раза. Но, естественно, мы испытали все те проблемы, которые испытывала вся страна сразу после выборов, когда были проблемы с интернетом. Двоих наших журналистов избивали, конфисковывали технику, потом с боем мы ее забирали обратно. Но в итоге там через несколько недель, где-то еще позже, все-таки техника попадала нам обратно в руки. В сентябре, в августе-сентябре мы получили сразу пачкой 4 предупреждения от Министерства информации. Ну и, собственно, это запустило процесс по лишению Тутбай статуса СМИ. То есть с октября мы работали с приостановленным по решению Министерства информации статусом СМИ. А 3 декабря по решению суда нас статуса СМИ лишили. Ну и на этой неделе уже нашу жалобу оставили без удовлетворения и окончательно лишили Тутбай уже статуса СМИ. Но в этой ситуации, конечно, больше всего меня и всех моих коллег тревожит возмутительная совершенно ситуация с уголовным делом в отношении Кати Борисевич, которая уже третий месяц находится в СИЗО на Володарке, зато якобы за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия. То есть белорусские коллеги, конечно, в курсе всей этой ситуации возмутительной, и зарубежные вряд ли прям знают это все в деталях, поэтому я повторю, что произошло. То есть 11 ноября в одном из Минских дворов, который мы называем Площадью Перемен, был избит Роман Бондаренко. На следующий день он скончался в больнице. В отношении гибели, по факту гибели Романа Бондаренко не было заведено уголовного дела. Не был задержан никто из участников событий 11 ноября на Площади Перемен, а журналисты провели расследование и выяснили, кто был участниками событий на Площади Перемен. Но уголовное дело завели в отношении журналиста Кати Борисевич и доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина якобы за разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия. Тяжкие последствия. Все дело в том, что на Тутбай вышла статья о том, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. И это заявление, которое, кстати говоря, публиковал не только Тутбай информацию о том, что в крови Романа Бондаренко алкоголя не было, распространялось абсолютно по всей стране, во всех телеграм-каналах и по всем СМИ. Но это утверждение противоречило тому, что заявил Следственный комитет и что заявил Александр Лукашенко. И заодно это заявление Катя Борисевич и Артем Сорокин уже третий месяц находятся в СИЗО. Вот такая ситуация с нами сейчас происходит. Мы, естественно, продолжаем работать. С Катей ведем переписку. Катя встречается с адвокатом. Письма доходят, конечно, до нас не все. Насколько мы знаем, там на Володарского были проблемы с цензорами, потому что они болели, и поэтому был какой-то перерыв в корреспонденции. Но мы пишем старательно. Часть писем доходит. Катя держится молодцом в этом. Это нас радует. Очень грустно то, что Катина дочь встретила совершеннолетие без мамы. То, что Катя встречала Новый год за решеткой. Но эта ситуация, конечно, кроме возмущения, никаких других чувств не вызывает. Спасибо, Марина. Хотел бы слово передать Светлане Горда из Медиаполеси. Светлана, расскажите, пожалуйста, что у вас? Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Но мы, наверное, тоже отличились как единственный портал в стране, который дважды наказывался за публикации, которые повлекли угрозу национальной безопасности страны. Хочу сказать, в частности, Марине, чтобы они не расстраивались и не отчаивались, что они утратили статус СМИ. Начну с того, чем для нас вылилось, в общем-то, оформление этого статуса. Медиаполеси вообще, для тех, кто не знает, существует 8 лет. В регионе как раз Полесья город, где я живу, Лунинец, Толинпинск. И аудитория вообще территориальная приблизительно 300 тысяч населения. Но сегодня мы охватываем приблизительно в сутки 100 тысяч именем пользователей. К примеру, вчера 140 тысяч пользователей. Это подтверждает то, что наши жители очень нуждаются в местной информации. И за год наша аудитория выросла приблизительно в 4 раза. И произошло это в период пандемии. И перед выборами, после выборных всех этих мероприятий происходящих. Проблемы у нас начались как раз в период пандемии. Поскольку нас привлекли ответственности за публикацию совершенно, так сказать, абсолютно, которая не влекла ничего. Была внесена оправка в течение 15 минут. Но сам повод для идеологии областной, которая сказала ФАС, Министерство информации нам вынесли предупреждение. Причем о том, что мы СМИ. Мы узнали как раз из этого предупреждения. Нас оформили СМИ задним числом. Хотя до этого мы подавались 6 раз документы в течение 8 месяцев. И постоянно находились какие-то отговорки, точка запятая. Но мы получаем предупреждение за статью в период пандемии. И узнаем из этого предупреждения, что якобы там позавчера нас зарегистрировали как СМИ. Что это повлекло? Если бы, допустим, была публикация в отношении автора или физического лица, то это несколько базовых. Нас наказали штрафом в размере 120 базовых величин. Ну, для коллег, которые из-за рубежа, скажу, что это где-то в тот момент было порядка 1200 евро. Для того, чтобы регистрироваться СМИ, нам пришлось оформить предприятие, взять на работу людей, платить налоги, аренду и так далее. Заплатить министерству информации за то, чтобы нас зарегистрировали. Причем в течение 8 месяцев дважды менялась базовая величина. Нам приходилось постоянно доплачивать. Это наказание как-то послужило, наверное, для других медиа остановкой для того, чтобы дальше регистрироваться, подавать документы. Но не для нас. Потому что наши власти вдруг решили, что можно таким образом очень хорошо зарабатывать. Потому что мы посчитали, что это хорошая зарплата для нескольких судей или силовиков. И нас снова привлекли к ответственности за статью о Светлане Тихановской. А Светлана Тихановская, она родом из Лунецкого района, из Микошевича, где побывал наш корреспондент. Пообщался с соседями, с учителями. Ну и так вышло, что человек в большом потоке информации вложил цитату. Она за мужем, как за декабристом пошла, этим свою любовь проявила. Другое имя в тексте ставил учитель. А мы быстренько заменили. Но учитель пошла другим путем. Она подала заявление. Мы так понимаем, что не с собственной подачей это все произошло. И опять нам предъявили повторно угрозы национальной безопасности страны. Суд милиции отказал. Постановление было принято в нашу пользу за неимением никаких доказательств. И в том, что реально человеку принесли извинения. И за несколько минут все было исправлено. Внесена другая фамилия. Однако наша доблестная милиция для того, чтобы зарабатывать. Понимаете, вот мало 23-34. Есть же еще независимая медиа. А оно слишком много говорит. Надо его заткнуть. Надо его экономически задушить. И они обжаловали это постановление. То есть они, когда обжаловали в Бресте, вернулось дело обратно в наш город, к новому судье. И новый судья, председатель суда, кстати, вынес новое постановление, наказав нас штрафом в 200 базовых величин. То есть вдвое больше. Это уже вот по расчетам порядка 2200 с хвостиком евро. Естественно, мы постановление это тоже обжаловали. И нам сделали рождественский подарок, отвергнув все наши доводы. Хотя наш адвокат нашел там сотню нарушений процессуального характера. Но никто нас не услышал, понимаете? Что значит первое постановление положительное, да? В пользу сайта. И второе тут же 200 базовых. В общем, предела наглости нет. Знаете почему? Потому что все-таки, ну вот мы смотрим там на Тутбай, мы читаем, постим, рерайтим и так далее. Но что такое регион? Вот все вам мои коллеги расскажут, что здесь все друг друга знают. Опять же, когда те же силовики обращаются ко мне, Светлана, вот нам срочно нужно опубликовать, вот такая-то информация, такая-то акция профилактическая. Ну надо, мы исходим, конечно, из позиции читателя. Полезно? Полезно. Мы опубликовали. Но когда этот же человек звонит мне и говорит, вам необходимо явиться в РУВД. Для чего? Для дачи показаний. Почему? По проведению акций. Я говорю, вызывайте соответствующим образом. Ах ты! В ответ я слышу. Я редактор, который сделал свой портал, который виляется уважаемым человеком, который шел вам столько раз на встречу, чтобы делать какие-то общие полезные дела. Он мне переходит на ты и говорит, я сейчас за тобой приеду в наручниках и посмотришь, как ты там будешь брыкаться. Ну я им такой радости не доставила. Конечно, они приехали через полчаса, но в тот момент меня дома уже не было. И когда приехали домой, говорят моему сыну, который является директором нашего предприятия, он говорит, а где твоя мама? А он говорит, если вы ее найдете, скажите мне, где она. Ну в общем, я просто, да, я шучу, иронизирую, конечно, в те моменты не было так смешно. Что относительно... Это была как бы предыстория давления на наш сайт, который я подтвердила, что на самом деле является очень популярным, востребованным. Что происходило с нашими журналистами? Мы давление ощутили еще в период начала предварительного голосования. Когда мы, получив тот же статус СМИ, на что мы очень рассчитывали, что мы сможем свободно ходить на акции, что мы сможем спокойно приходить на избирательные участки, с удостоверениями, которые мы так хотели иметь, которые давали бы нам право доступа к официальной информации, мы не получили. Наших журналистов чуть ли не за шиворот выбрасывали из участков. Мы об этом, конечно, писали, обо всех случаях. Дальше начались акции протеста. Ну, по Пинску вы, наверное, знаете о нашем регионе, что самые там были такие пиковые мероприятия, когда группа активистов решила пойти на встречу с исполкомовскими начальниками. Все они сейчас проходят по уголовным делам. Мы это все отслеживаем, об этом пишем. Ну, вот тогда также был задержан наш видеокорреспондент. В массе все его, когда бросили пинчан в тире, лицом в землю, зашел один из крутых, типа, да, и спросил, а кто здесь из медиаполесья? Вон встал, парень встал, говорит, я. И прилюдно его стали так избивать, что... Ну, мы, конечно, об этом бы не знали, если бы те люди, которые выходили на свободу, не рассказали нам об этом. Ах, это ты, вот это ты, гад, такое наш спишешь, вот чтоб ты заткнулся, больше ты слова не сможешь произнести. И у парня, вот прошло с этого времени три месяца, да, и больше, до сих пор изуродовано лицом. Ну, то есть у него остались шрамы и последствия всего этого. Дальше, куда бы он ни входил, поскольку он у нас один видеокорреспондент, остальные могли тоже вести стримы, делать какие-то вещи необходимые, они точечно его задерживали, в итоге были суды, обжалования. Вот он просидел в общем объеме тоже 20 суток. Вот как-то так. Опять же повторюсь, что в регионе значительно сложнее работать, потому что все равно за каждым из нас есть слежка, каждый из нас находится под прицелом. И верьте мне, когда у меня, я живу в своем доме, когда у меня залает собака, я понимаю, что в любой момент за мной могут прийти. Но никакого страха нет, потому что абсолютно мы все солидарны с ребятами, с Юлей, с Андреем Александровым. Мы пишем обо всем об этом, потому что можно сказать, что в регионах люди не с ведущей, они не знают, кто такая Слуцкая или кто такой Александров. Но мы доносим эту информацию, все, что происходит, мы публикуем. Да, и пишем письма. Поэтому если говорить о том, что нас ждет дальше и какие могут быть вызовы, я могу говорить о том, что мы делаем какие-то дополнительные пути, те же зеркальные дополнительные, доменные имена, дополнительные IP-адреса, но нас на местном уровне просто ненавидят, понимаете? Они все мечтают только о том, чтобы завтра нас вырубить. И говорят, вот вам мало одного предупреждения Министерства информации, вам же достаточно второго, и вас закроют. Но мы работаем, мы будем работать. Все, пожалуй. Спасибо, Светлана. Так, и тогда попрошу еще краткое вступление от Олега Агеева из Белорусской ассоциации журналистов. Олег, наверное, от вас мы хотим общую ситуацию в стране, но, пожалуйста, вам слово. Да, добрый день, коллеги. Спасибо за возможность рассказать о том, что происходит в стране. Мне кажется, что название нашей с вами пресс-конференции очень полно отражает то, что происходило во второй половине прошлого года, то, что происходит, продолжает происходить в этом году. Это действительно можно призывать только так. Цифры, которые Белорусская ассоциация журналистов ведет в ходе своего мониторинга, нарушения прав журналистов, они беспрецедентны. За все время ведения мониторинга такого количества нарушений прав журналистов наша организация не фиксировала. И я поделюсь с коллегами и русской, и английской версией статистических данных, которые мы собираем. И они позволяют говорить, что на сегодняшний день как минимум девять человек, журналистов и работников медиа, находятся в качестве обвиняемых за решеткой. Все девять признаны правозащитным сообществом, политическими запрещенными. Их преследование признано политически мотивированным. И правозащитное сообщество и в Беларуси, и ряд других международных организаций выступают с требованиями освободить всех девять обвиняемых. Их фамилии на сегодняшний день уже звучали. Это Катерина Борисевич, журналистка Тубая. Это две журналистки телеканала «Белсад» Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова. Это сотрудники пресс-клуба Юлия Слуцкая, Сергей Эльшевский, Алла Шаркова, Петр Слуцкий, а также бывшая журналистка государственных средств пропаганды, которая сотрудничала с пресс-клубом, Ксения Узкина. Также в качестве обвиняемого находится в следственном изоляторе, как уже здесь звучало, Андрей Александров, который, судя по официальным высказываниям представителей Следственного комитета, обвиняется в том, что он помогал возмещать неоплаченные штрафы лицам, которые преследуются его политическим мотивам. И на сегодняшний день известно, что десятый журналист в Лиде позавчера задержан. Ему пока не предъявлено обвинение. Мы следим за ситуацией. Это Дагюрия Дишук. И есть вероятность, что в отношении его тоже может быть помещен следственный изолятор и ему может быть предъявлено обвинение. Если говорить еще о цифрах, то в течение прошлого года мы зафиксировали беспрецедентное количество, не менее 477 задержаний журналистов по всей стране. Пик задержаний пришелся на август. Из 477, 160 было задержано только в августе. 97 раз журналистам был назначен арест. Они были осуждены по административным статьям. И из этих 97 арестов 1200 дней журналисты провели за решеткой. Нами зафиксировано не менее 62 случаев применения насилия в отношении журналистов. Причем сюда под нами зафиксированы случаи, как открытого отстрела журналистов на акциях протеста. Все три это женщины-журналистки, которые пострадали от администрельных ранений. И несколько десятков из этих 62 случаев могут квалифицироваться как пытки или иное жестокое обращение с лицами, которые находятся в местах несвободы. Фиксируются очень жесткие случаи избиения журналистов после задержания, бесчеловечного унижающего достоинства отношения при оформлении задержания. И на сегодняшний день, в принципе, общее количество журналистов, которые в целом находятся и на свободе, и под стражей, то 15 человек, нам известно, которые преследуются по уголовным делам. За это время, помимо журналистов, и общая сумма штрафов составила почти 60 тысяч белорусских рублей. Это только известные нам штрафы, которые попали в наш мониторинг. Это где-то чуть менее, около 26-27 тысяч евро журналистам были присуждены штрафы. Это только журналистам, не считая медиаресурсов. Такие вот, как Светлана говорила, медиаполессии. Еще есть ряд случаев, когда штрафовали не сами, оштрафованы были не журналисты, а были оштрафованы медиаресурсы. В августе-сентябре был ограничен доступ более к 50 онлайн-ресурсам, которые имеют общественно-политическую направленность. Причем многие блокировки осуществлялись без правовой процедуры. Редакции медиа просто видели, что доступ к их ресурсам ограничен, и по-разному складывалась судьба этих блокировок. Некоторые были обжалованы в суд, причем безрезультатно. Некоторым доступ также во вне правовой процедуры был возобновлен. Некоторые проходили правовую процедуру возобновления доступа. Некоторые из ресурсов заблокированы до настоящего времени на территории Республики Беларусь. Четыре газеты были вынуждены остановить выход печатных версий, в том числе республиканские и региональные газеты на сегодняшний день перестали фактически выходить. Они юридически приостановили выход, но фактически сейчас их выход не осуществляется, тоже связанным с ситуацией в стране. Все это огромные проблемы испытали на себе журналисты иностранных СМИ. Практически весь набор преследований, которые потерпели, которые применялись к журналистам-гражданам Беларуси, применялись в том числе и к иностранным гражданам, представителям иностранных СМИ. Еще до выборов фактически Министерство иностранных дел приостановило вообще рассмотрение заявок на аккредитацию. Огромное количество кейсов, которые мы собрали, говорит о том, что фактически не рассматривались заявки, они поступали, но ни положительного, ни отрицательного ответа на аккредитацию в качестве журналиста иностранного СМИ Министерство иностранных дел не давало. Тем не менее, некоторые из журналистов, не получивших ответа, попробовали въехать в Беларусь, их отлавливали на улицах, им ограничивали въезд в страну. Тех, кого удавалось задержать в Беларуси, иностранных граждан депортировали. И некоторые представительства, и некоторые иностранные СМИ, которые здесь имели постоянных журналистов, на сегодняшний день такого статуса уже лишены. Известно также о случаях откровенных пыток в отношении иностранных журналистов на территории Беларуси. И для справки, возбуждены уголовные дела на сегодняшний день, по крайней мере, в Польше точно. В Украине пока достоверной информации нет. Там тоже есть попытки наших коллег инициировать возбуждение уголовного дела. Именно в отношении журналистов, причем два польских журналиста, которые здесь, в Беларуси, подверглись пыткам в очень жесткой форме, очень серьезно пострадали. Они тоже проходят по уголовному делу, которое возбуждено в Польше в отношении медиа. Позиция Белорусской ассоциации журналистов неоднократно излагалась в целом ряде заявлений о служившей ситуации. И с начала электоральной кампании, и после оглашения результата выборов мы требуем прекращения уголовного, политически мотивированного преследования в отношении представителей медиа. Мы требуем немедленного освобождения всех девяти политзаключенных, которые признаны политзаключенными на сегодняшний день в Беларуси. И требуем строгого, неукослительного исполнения нашими властями, принятых на себя обязательств в области свободы слова. Если говорить о причинах, по которым признавались все девять журналистов и сотрудников медиа политзаключенными, то все без исключения признаны лицами, которые реализовывали свободу выражения мнения. Ею не злоупотребляли. Преследование, как я говорил, уже признано политически мотивированным. И сотрудники пресс-клуба в ходе консультации внутри правозащитного сектора Беларуси дополнительно признаны преследуемыми за реализацию свободы ассоциаций. Исходя из той функции, которую в медиа-секторе Беларуси выполняет пресс-клуб, дополнительно всем преследованным по делу пресс-клуба, всем шести человекам, заявлению о признании их политзаключенными фигурирует еще и это право. Право на свободное объединение с другими гражданами для реализации общих идей. Поэтому мы, с этой стороны, выражаем благодарность многим иностранным коллегам из международных организаций, которые точно так же попринимали заявления и репортеры без границ, и артикль 19, Европейская федерация журналистов, Международная федерация журналистов, многие национальные сообщества журналистов выражают свою солидарность и направляют к властям Беларуси требования освободить и не преследовать журналистов за их профессиональную деятельность. И будем надеяться, что совместными усилиями мы сможем остановить этот каток репрессий в отношении медиа-сообщества и что наши коллеги в ближайшее время останутся на свободе. Мы внимательно будем следить за делами, которые рано или поздно поступят в суд. Известно, что по журналистам Белсата уже материалы поступили прокурору для направления в суд. Ждем сейчас информации, в каких судах будут рассматриваться их дела, и будем приглашать к совместному наблюдению за этих судов не только правозащитников, но и журналистов, представителей медиа-сообщества, для того, чтобы максимально распространять информацию о том, как проходят эти процессы и в чем конкретно будут обвиняться журналисты. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это действительно то, что уже звучало. По очень многим уголовным делам адвокаты вынуждены давать подписку о неразглашении. Это приводит к тому, что даже от адвокатов, не говоря уже о том, что от официальных органов, но даже от адвокатов мы не можем получить достоверную информацию о характере обвинений для того, чтобы как-то реагировать более развернуто на расследуемые сейчас уголовные дела. Поэтому ситуация крайне неутешительна. Она в наших докладах, которые мы делаем и от собственного имени, и в коалиции с другими организациями отмечается, что ситуация с свободой слова была в Белоруссии и так тяжелой. Сейчас она изменилась до критической. И очень действительно большое количество и журналистов, и медиаресурсов. Многие СМИ прошли через прямые репрессии, связанные с их журналистской деятельностью. Спасибо, коллеги. У меня все сейчас сброшу в текстовом виде. Ссылки на русском и на английском языке по итогам прошлого года, результаты нашего мониторинга. Спасибо большое, Олег. Я думаю, что мы разошлем... Делитесь, пожалуйста, своими материалами. Мы их разошлем в постпродакшн этой пресс-конференции всем ее участникам. Я также напоминаю, что вопросы, пожалуйста, задавайте в чат. И вот уже какие-то вопросы к нам приходят. Вот вопрос от Новины Бай, от Елены Спасюк. Уважаемые коллеги, можно вас попросить сформулировать свою точку зрения по поводу того, чем власти рискуют, что теряют, уничтожая свободную прессу? Ну, вопрос для всех спикеров, поэтому кто хочет ответить. Светлана, Марина. Я могу начать. Ну, понимаете, у меня сейчас складывается такое впечатление, что им уже на все наклевать. То есть имидж не имеет уже вообще никакого значения. То есть, да, они испытывают какое-то международное давление, но вопрос, насколько для них сейчас это имеет какое-то значение. После того безумного беспредела, который мы видели, которому есть многочисленные свидетельства и которые, безусловно, наблюдало все международное сообщество, ну, им все равно. Ну, то есть, с другой стороны, совершенно очевидно, что если там выдавят медиа, ну, те, которые, интернет-ресурсы, которые мы уже, в общем, считаем, наверное, тоже традиционными медиа, да, то останутся телеграм-каналы и с этим бороться бесполезно, да. Ну, собственно, и с интернет-ресурсами бороться бесполезно, потому что я прям с восхищением и гордостью смотрю на коллег, которые работают в условиях блокировки, да. Мы прекрасно видим, что, ну, во-первых, они сразу усилили свои соцсети. Вот даже у нас, например, в мае было в телеграм-канале, наверное, порядка 50 тысяч подписчиков. В августе их было порядка 400 тысяч уже, понимаете. Вот, то есть информацию в 21 веке, в 2021 году скрыть вообще невозможно. То есть, если власти пытаются задавить, ну, я не знаю, спрятать какую-то информацию, ну, слушайте, ну, это невозможно, нереально вообще. То есть создать информационный пузырь для одного человека, чтобы он чувствовал себя спокойно, наверное, можно, но для целого народа вообще нереально. Вот, поэтому я не могу сказать, что... То есть власти, конечно, осознают, чем они рискуют, да, но им, в общем, наверное, уже наплевать. Им важно, чтобы был спокоен один человек. Вот, для него создается картинка из там на государственном телевидении, видимо, еще какие-то специальные каналы для этого используются. Вот, что происходит, чем они рискуют в плане там имиджа? Ну, здесь им, правда, терять нечего, как мне кажется уже. Спасибо. Я согласна с Мариной, мне кажется, что потеря репутации наоборот развязывает руки, когда уже можно, да, не оглядываться ни на что, и когда ты понимаешь, что уже репутации нет, можно творить все, что угодно. Можно добавить, да? Да, пожалуйста. Я согласна, да, но, понимаете, когда в регионе, опять же, о том, что я говорила, все друг друга знают, и когда все-таки есть удар по имиджу, пытаются, во-первых, закрыть вообще любую информацию, во-вторых, если где-то профигурировали фамилии, они начинают сводить счеты с редактором, с журналистами, а что вы написали, а встретимся в суде. И у всех вот это слово «суд» уже на слуху. Если что-то где-то написано нами очень правдиво и очень бьет по этим всем чиновникам, все уже научились, встретимся в суде. Вот и каждый день у нас поступают звонки. Самое интересное, буквально вчера я услышала, как нас оценила МЧС. Мы хотели написать о Дне спасателя, 19-го было у нас крещение, и начальник, который всегда давал комментарии, мы имели информацию из первых хостей, он сказал, значит, молодой журналистке, «Все, они же БЧБ!» Вот поэтому у нас имидж теперь БЧБ, у нас такое имидж, а у них абсолютно не идет плюс. Ну вот так. Я попробую, наверное, к сказанному еще добавить свою точку зрения. Сразу хочу оговориться, что я ни разу не являюсь медиаэкспертом, я все-таки являюсь юристом, но результаты мониторингов, которые проводит Белорусская социальная журналистов, пресс-клуб, другие инициативы показывают, что власти опять начали использовать агрессивную государственную пропаганду. Она, с моей точки зрения, топорная, не знаю, на какие целевые группы они рассчитывают ее применить. От плакатов, которые вчера были выброшены, распространяемые через сеть профсоюзов официально-государственных, до вполне себе передач по средствам государственной пропаганды, которые могут подпадать под разжигание розни, разжигание социальной розни и использование вот такой агрессивной очень пропаганды, мне кажется, единственное, на что власть сейчас сделает ресурс, и в сочетании с репрессиями против медиа, мне кажется, это их план, как сейчас какой-то пиар выстраивать, но какие цели они этим достигнут, вызывает очень большое сомнение. Спасибо. Вопрос от Анны Гетмановой из International Media Academy для Натальи Беликовой. Наташа, скажите, пожалуйста, остальные работники пресс-клаб сейчас в безопасности, они могут продолжать работу организации? Спасибо большое за вопрос, хороший вопрос. Конечно, как только случились события 22 декабря для нашей организации знаковые, мы предприняли все меры для того, чтобы все наши сотрудники, которые ключевые, которые важны для того, чтобы продолжать нашу деятельность в том виде, в котором она была, оказались в безопасности. И здесь я подтверждаю о том, что все находятся в безопасности, и все остаются верными своей деятельности и своему желанию продолжать эту деятельность. Спасибо. Спасибо. Так, есть приблизительно три очень похожих вопроса. Вопрос, в общем, от западных журналистов и деятелей НГО насчет того, каким именно образом они могут помочь в сложившейся ситуации с журналистикой и журналистами в Беларуси. Вот, что еще более конкретно, чем просто протесты и бла-бла-бла со стороны ЕС мы можем сделать, чтобы помочь? Такой вопрос. Можно я начну? Пожалуйста. Я, на самом деле, повторяю все время одно и то же. Важно, чтобы белорусская тема всегда была в фокусе внимания, чтобы про нас не забывали на фоне других важных событий, которые, безусловно, происходят в мире. Все-таки то, что сейчас происходит в Беларуси, мы постепенно превращаемся в концлагерь. Эта страна находится в центре Европы с населением 9,5 миллионов человек. И вот кольцо вокруг нас сжимается, и мы чувствуем себя все более неуютно в своей собственной стране. И, конечно, важно, чтобы журналисты обращали на это внимание и писали о нас. Я, с твоей стороны, тоже... Многие коллеги обращаются в БАШ с аналогичным вопросом. В принципе, мы выработали такой подход. Мы просим и рекомендуем всем нашим коллегам использовать имеющиеся в их распоряжении механизмы давления на правительство своих стран, либо на межгосударственные органы власти, для того, чтобы каждый раз перед политиками во всех контактах, которые очень сокращены сейчас с белорусскими властями, ставить вопрос о выполнении хотя бы рекомендаций московского механизма, который был... На сегодняшний день уже опубликован доклад в рамках московского механизма. Там есть ряд рекомендаций. Там есть большой блок, касающийся свободы слова. Есть общие рекомендации, и есть рекомендации по свободе слова. И вот из этого документа... Я тоже попробую найти на него ссылку. Вставлю сюда в текст. Власти своих стран и все межгосударственные объединения должны с нашей точки зрения следовать этим рекомендациям для того, чтобы эта помощь была... доходила до белорусских властей в виде требований всего международного сообщества. Спасибо. Так. Олег Рубченя, газета «Инфокурьер». Вопрос следующий. Есть ли в ваших редакциях прописанный план на случай, если за нами придут для обыска, ареста и тому подобное? Все ли сотрудники знают, в каких случаях как действовать, кому звонить, писать, куда бежать? Если есть такой план, поделитесь, как примерно он выглядит. Надежда, Марина, Светлана. Давайте в общих чертах просто расскажу. То есть, во-первых, у нас есть список всех, ну, скажем, горячих телефонов наших коллег. То есть, это родные, близкие или адвокаты, если там есть постоянные договоры. Мы, естественно, с коллегами еще в августе, ну, даже раньше проговаривали план действий на вот такие случаи. Вот, естественно, в случае, ну, и, собственно, если речь идет о задержании на акциях, то, как правило, это работает. И журналист успевает либо написать в чат, либо сообщить редактору о том, что его задерживают, и дальше мы уже понимаем, что с этим делать, да? Либо там мы начинаем призвонить пресс-секретарям ОВД, либо мы понимаем, что там надо уже задействовать тяжелую артиллерию в виде адвокатов, и дальше работаем с ними. Вот. На случай, если приходит домой, ну, в принципе, тоже тут, если человек, если у него есть возможность, конечно, он должен попытаться связаться с редактором, либо с адвокатом. Если такой возможности нет, то, ну, тут, смотрите, каждый редактор, он держит под контролем ситуацию. То есть, если он, у него человек должен был выйти на связь, а он вдруг не выходит на связь, то он, конечно, начинает лемонтовать, и дальше, опять-таки, адвокаты и родные, вот это вот все важно, что у нас мы постоянно друг с другом на связи, и есть контакты родных и близких всех людей. То есть, это, наверное, даже со времен вот дела Белта у нас появился такой список. Я добавлю, да, у нас как бы был список еще там, в августе мы составляли обязательно список всех родных, в первую очередь, мужей, мам, там, сыновей, дочерей, адвокаты, да, в ситуации, когда человека задерживают, и почти сутки неизвестно где он, даже мы уже убедились, что даже адвокаты не могут ничего добиться, но вот спустя месяц, например, после задержания наших всех коллег, мы знаем, что очень-очень важно быть на связи с родными и быть в состоянии оказать им какую-то помощь, даже материальную. Это немаловажно, потому что и в услуге адвокатов, это как бы, мы знаем, что это не дешево, но это как бы это необходимо, но очень важно психологическую, какую-то профессиональную. Вот мы сейчас как раз пытаемся что-то такое делать, потому что какие-то первые дни, первые недели родные еще, видно, на адреналине, они еще в таком боевом состоянии, когда они налаживают все какие-то эти процессы, передачи всего, вот когда прошел месяц, пойдет второй. Понятно, что их состояние очень-очень тяжелое, и это очень важно, важна эта поддержка, и вот мы сейчас над этим работаем. Спасибо. Когда мы отправляли журналиста на акцию, и это было очень опасно на самом деле, у него было обязательно редакционное задание, свидетельство о СМИ, но человек со стороны обязательно наблюдал, то есть мы знали, когда нашего журналиста точечно прямо вот уводили. И тогда мы предпринимали меры уже, естественно, опять же, общение с родными, предупреждали, вели разговоры с силовиками, которые скрывали, что это журналисты, которые в течение суток даже не раскрывали, что там находится, когда, опять же, с Александровым ситуация, когда приходили и говорили, что вот мы подаем в розыск, и тогда только нам раскрывали, что там находится. Ну, как-то так. Надо, нужна подстраховка без жилета, без объектива. Ну, на будущее. Спасибо. Ну, я думаю, что последний вопрос. Яланта Шмеловская, белорусская редакция Польского радио. Пытание. Те разглядаюць редакцией махчымысь переезду офиса у замяжу, например, у Литву, Польшу, Украину. Тимела бы гэта сенс? Ну, я очень кратенько. Знаете, наверное, на какое-то время да. Может быть, это как психологическая разгрузка и все равно командная работа. Но, тем не менее, когда мы трудимся в регионе, когда мы не просто работаем по соцсетям с нашими читателями, мы наблюдаем за всеми событиями и передаем все происходящее нашим читателям долговременно, вот для нас это нереально. Я придерживаюсь мнения, что, конечно, редакция Тутбай должна работать в Беларуси. То есть мы белорусская медиа, и мы должны находиться внутри страны. В то же время я осознаю риски и понимаю, что там для поддержания нормальной работы ресурсов в критической ситуации именно для рабочих целей какие-то люди могут находиться за границей с тем, чтобы поддерживать нормальное функционирование портала, вот в случае чего. То есть, ну, вот такие мысли. Мы не являемся СМИ-медиа, портал Медиакью, он как бы в состоянии заниматься работой как бы из любой точки удаленно, и безопасность сотрудников, она, конечно, важна, поэтому, да, мы будем делать все для того, чтобы в первую очередь наша деятельность продолжалась. Да, и тут будем рассматривать все возможные варианты для этого. Хорошо, спасибо. Спасибо всем спикерам. Тут еще есть сообщение от Анаис Марин насчет того, что, к вашему сведению, сегодня в Совете безопасности ООН запланировано еще одно заседание по формуле Арии, посвященное свободе СМИ в Беларуси. Основным докладчиком будет Ирен Хан, специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение. Вы можете следить за этим заседанием онлайн. В чате есть ссылка. Большое спасибо всем спикерам за участие в сегодняшней пресс-конференции и желаю всем удачи и сил. Вам также оставайтесь с нами. Спасибо. И побыстрее достать наших коллег на свободу. Всех большое. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok